хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне ваше полное имя гроздов александр николаевич какого года рождения 1978 4 сентября девятый месяц как мы с вами одногодка почти 81 три года между нами разница в чувака вагнер то откуда сами родом область тотемский район поселок чуриловка чуриловка да семья есть да жена дети да сколько детей давай мальчик девочка девочка мальчик а сколько лет одна первый класс пошла второму 17 лет ну скоро полнолетие да вы сидевший да 23 года не сидел сидели не сидел не сидели а как присоединились к щелковарную попал посадили дома за квартиру с одним человеком 23 года назад меня с квартиры семью выселили когда я служил мать и сестру и 23 года прошло с тех пор встретил этого человека который проживает в той квартире ну и каким-то образом он эту квартиру приватизировал но я в этой квартире прописан до сих пор слово за слово тот драку начал первый ну я ему небольшим ножиком чиркну легкий вред здоровью дали три года когда двадцатом году это легкий телесная или тяжелый легкий то то вы ранили его правильно я понимаю легкий вред здоровью это квартира это где поселке кодовый родом я понял то есть вам дали три года и как случилось тогда что вы присоединились к человеку приехал представитель а где сидели к 17 болготская область поселок шексна это не строгий 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 до 3 года это стоит даже те что три года то строгий до и приехал представитель и что это когда было двадцатом мой в сентябре месяц числа уж не помню и что предложил предложил послужить а так как у меня уже удобно дошло мне сказали какая разница что я с волей типа призову селин типа меня раньше заберут не важно где служить а почему вас должны были ну то есть вам удал уже подходило сколько оставалось до удал но уже подошло осенью осенью да а почему вам сказали что вас судов все равно мобилизирует у нас уже потому что домой звонил забирали те кто даже уже осужденные были и даже те кто еще находился под следствием набирали даже тех кому еще срока не дали да я понял это много таки как бы происходило надеюсь наверно и то есть у вас уже подходила у до и чтобы обещали ну то есть я понимаю еще если кто-то меняет какие-то сроки там например на освобождение у вас уже удобно должно было быть и вы пошли все же документы были по для суд был назначен она какая разница что я выйду все равно также заберут ну вот и пришлось идти а почему должны были забрать ну ну типа объявили мобилизацию типа что все все даже кто с белыми билетами были тех призывали сразу вызывали на коматом призывали хорошо на какую должность пошли в чувака я вообще пошел механик чего ну я по технике все люблю ремонтировать машины трактора но двигателя колеса тормоза я понимаю сколько денег предлагали 100 100 тысяч месяц а как должны были выплачивать концу контракта или допустим переводить там родственника но наличка должна были все брать да полностью как быть то есть не на счета ничего просто наличка да а куда должны были родственники приходить я даже не знаю мне просто номер паспорта спрашивал нам никаких переводов я не делал ничего не получал и когда заехали в украину 2 октября какое направление я даже не знаю везли ночь а у плен когда попали с 30 31 на 1 под солидаром чего с 31 на 1 31 числа на 1 а какого месяца 12 месяц декабря то есть сам новый год воевали сам новый год солидаре да это какая часть была на частные дома или промзона частным в частных домах обстоятельства как взяли сказали двигаться на оппозицию прибежали на позицию а там уже ваши люди взяли пляж а вы были частью штурмовой бригады или как ну да кинули штурмовики атаковать стреляли слушай александр вот чисто человеческий как бы интересно как бы не успел 27 числа меня привезли декабря да два дня я просидел в яме через два дня нас привезли на позиции одну ночь я посидел на позициях с другой позиции сказали двигаться на другую позицию там переночевали ночь а уже утром взяли плен вот так что можете сказать солидаре говорят города нет нету ну я когда туда приехал там уже его не было одни развалины были все снесено да это как бы небольшой городок но все снесено на большой а вот с вами кто в большинстве воевал вы штурмовик как бы чувака вагнер говорят что 95 99 процентов там все чего кашнике говорят да вагнеровцы пьяни знают оба то что вы видели да и что говорят 95 99 процентов это все и как бы ну заки которые отправили воевать там и миноборона была миноборона тоже было что значит надеюсь вы видели миноборона или ну пушки откуда-то этот наверное стреляли кто стрелял вагнеровцы или не могу сказать не знаю в очереди много там подтянута да я не видел ее на стрельба так шла и залез откуда там летели конечно активно что наверно смотрите александра жена знала что вы ну как бы уже на удо и подписали щвк вагнером что сказала сказала что всех моих соседей призвали никого нет мирями пошли воевать да они тоже как бы сидевшие просто нет но есть сидевшие есть не сидишь хорошо типа из них никто не противился бред какой-то несли почему типа что ну и везли сюда соответственно говорить что бронять сатану тита сидеть там в окопах вот как я целый месяц копал окопы охранял железную дорогу но больше месяца а в основную часть прятали обстрелов и все посмотрите а вот у меня такой вопрос вот во что воюет чувака вагнер и чувака вагнер как часть россии и россия на что воюет здесь вы понимаете даже не понимаю не могу представить здесь ну как нам говорили что фашисты там то сего 5 10 нам я здесь не видел никого относятся к нам вроде нормально такого ничего фашистского нету издевательского вот какое образование я полно средняя полная средняя на неполно неполно а специально сесть кто за специальность ну много специальности например сварщик кузнец с леса на выборы ходили на выборы ходили никогда пошел в жизни вообще не голосовали не за президента не в думу не местные а почему 15 лет не было паспорта а почему потому что паспорт мой вытеряли ли местах лишения свободы по первому сроку это уже второй срок был до 1 сколько был первый срок был год и 2 месяца за что вот за эту же квартиру все это кортина тогда чтобы тот раз я изломал руки этому типу нет другом двое которые приватизируют квартиру до так ну а как история с этой квартиры как вы ее потеряли потерял служил в армии потом каком году 2006 год не переписали на них нет они каким-то образом переписали на себя а я остался без квартир на квартира вашего а женой держали женой подарили дом ну там дед гена подарил мужичами но списанный дом подарил я подремонтировал там все таки жили а сколько квартира стоит в этом поселке откуда у рода по разным можно ты за 100 купить можно за 50 тысяч купить но вот ваша моя там пол дома не нет вот а за которую вы там но в кавычках воевали до которого и вам где-то 1600 700 800 1600 1600 800 да это сколько долларов будет даже не знаю сейчас а ну давайте посмотрим не просто интересно но это грубо говоря это грубо говоря о да это не полных сейчас я вам скажу 33 это 6 7 тысяч долларов это большие деньги для вас для меня да так как у нас нет там заработка у нас лесопункт развалили колхозы там тоже можно сказать развалины живут люди так ездят вахтами работой а куда кто москву кто куда в основном вахты меня последнее время я в москву ездил тоже работал работал сварщиком а сколько зарплаты там 50 тысяч зарабатывать ну грубо говоря если это немного поднатужиться то можно собирать это не было мне очень там такие большие деньги что тысяч рублей но я двое детей жена плюс 50 тысяч а жена чем-то занимается жена пока сидела дома с младшей дочкой а вот что вообще думаете об этой войне до бред какой-то просто бред а то что за кого посылаю двое валютку что думать да и не только и просто братская война когда пойдет славян друг друга убила нормальные люди нормально хотим жить у всех есть семьи и дети у всех ждут жены домой а воюем не знаю зачем по крайней мере мне это земля не нужно я бы прекрасно себя чувствовал также на месте украинцев что если бы ко мне пришли люди и начали бомбить я тоже был бы опозален ну и тому подобное и не могу даже представить из-за чего почему и к хотите что сказать украинцы хочу извиниться то что приехал сюда хочу чтоб люди убили по погибали погибали дети хочу чтоб вообще не решили люди ездили друг другу гости пили чай повели рыба сказывали рассказы ну и все такое прочее я не сторонник войны не убийца по это я человек за справедливость на украинцы за справедливость я думаю не выйдет за свое это их на земле солидар это же украинский город тоже на но опять же у нас есть свой президент и что там творится то там думе этим всем крутит то чем этим заправляет это не в моих как бы этих но по крайней мере я не сторонник войны и не хочу чтоб люди погибали просто так просто не за что хотите что-то сказать россиян россии хочу сказать что если кто-то понимает вообще что происходит на просто прекращать это все и жить в мире и согласии может кто-то в колонии нас будет видеть вот например заков но и в колонии что стоит менять сроки на это все советую советую не стоит ничего в этом хорошего нет ну александр вы понимаете что это удача что мы разговариваем это да мог бы также валяться на позициях мертвым еще какие пять миллионов вашу жизнь оценили правильно понимаю не знаю даже говорили что три ранения пять миллионов это смерть если посчитать на то ваша жена таких квартир который у вас могла бы поселке купить 8 штук а цена вашей жизни понимаете понимаем она по крайней мере ждет но я зря что согласился не хочу да и ни одному врагу не желаю такого а